Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Шмот и вот имена сынов Израиля, спустившихся в Египет. И наша недельная глава как бы подробно начинает нам рассказывать, как еврейский народ оказался в Египте, как еврейский народ спустился в Египет, что происходило с еврейским народом в Египте и как мы докатились до такой прекрасной жизни, в кавычках, как рабство. И на самом деле это очень грустная недельная глава, которая рассказывает нам о всех страшных событиях, которые были с еврейским народом. И мало ли что, что эти страшные события, мы привыкли, что что-то заканчивается хорошо, мы привыкли, что есть хорошая концовка, но наша недельная глава заканчивается страшной концовкой, что вместо того, чтобы рабство уже заканчивается, оказывается, сам Машевский взывает ко Всевышнему и говорит, почему ты разозлился на этот народ. Вот о горях египетского рабства также свидетельствует имена наших праотцов, Мирьям, о том, что стала горькой жизнь в Египте. Это страшное рабство, которым хотели, чтобы еврейский народ перестал продолжать свою жизнь, продолжать размножаться. И поэтому были приняты такие меры, как оттяжелили их работой, но тем не менее еврейский народ продолжал размножаться. Это тоже им не помогло, египтянам. Тогда идет следующее. Это вот Аарон, имя Аарона, который говорит о беременности. То есть если район, то есть район, это беременность на иврите, что он намекает на том, что беременность они послали по биту, которые были праведными еврейками, не выполняли приказ фараона, чтобы умертвляли еврейских детей. И это тоже не помогло. И тогда идет следующая вещь, это страшная вещь. Это Маше. Это когда начали кидать еврейских детей в воду, для того, чтобы мальчиков кидали в воду, для того, чтобы они не смогли продолжать жить, понятно. И тут у любого человека возникает вопрос, и это как бы не ответ, который мы получили на этот вопрос до конца. И первый человек, который мы читаем, это спрашивает, это Маше. Лама Нигара. Почему ты разгнился на этот народ? То есть Всевышний спрашивает, то есть Маше спрашивает у Всевышнего, почему ты разгнился на этот народ? И Всевышнему отвечает, ты увидишь, что я хочу сделать, и все остальное. Мы это помним с вами. Но я хотел все-таки вернуться к сути вопроса, который у нас остается. Как получилось так, что наш народ спустился в Египет? Ведь это не было каким-то наказанием для народа. Это явно была задумка Всевышнего, потому что мы видим еще, начиная с Авраама, Аврааму обещано, что еврейский народ будет рабами в земле, не ихней, в чужой земле. То есть мы объясним тоже, почему именно в чужой земле. И также мы видим, что это было обещано Аврааму, также Ицхаку, также Якову. И все прекрасно понимали, что будет спуск в Египет, и сам Авраам это понимал, и все это понимали. Мы видим, как это произошло. Мы помним, на предыдущих недельных главах мы сказали, что если бы Юсеф не оказался бы в Египте, то еврея бы привели туда в Кандалах. И поэтому мы спрашиваем элементарный правильный вопрос. За что, Всевышний? Ну за что? Почему еврейский народ должен был так страдать? Почему еврейский народ должен оказаться в рабстве, быть там в Египте 430 лет, из которых рабства было гораздо меньше, но неважно. То есть почему мы не должны жить в Израиле? Мало ли что, что мы увидим, что только с Ишуабынула мы заходим в Израиль, в святую землю, в которой, по идее, мы должны находиться, должны жить. Зачем? Мы видим все полностью, которое говорит о том, что Всевышний хотел, чтобы мы оказались в Египте. Всевышний это задумал. Это не только говорит, это обещано Всевышним. Эта задумка не наша, от нас это никак не зависит, и не зависит от нашего поведения, от наших грехов. То есть мы оказались в Египте по определенной задумке Всевышнего. И где же, здесь вопрос, где же справедливость в этом? За что Всевышнему надо было так над нами поиздеваться, чтобы мы оказались в Египте в страшном галуте, извините за такой вопрос так поиздеваться, но на самом деле это нужно было, и сейчас мы объясним и постараемся вместе с вами это понять. Ну и вдобавок еще один важный вопрос, который мы видим, что после того, как мы вышли из Египта, пишется, что еврею запрещено возвращаться жить в Египет. И кто это пишет? Это пишет Рамбам. Кстати, сегодня его Йорцейт Рамбама, да, это непростая дата, и Рамбам, один из величайших людей, пишет, что в Египте, то есть в законах законе он и приводит, не только Рамбам, что в Египте нельзя больше еврею жить, да, то есть евреи не имеют право жить в Египте. И тем не менее, что мы видим, что сам Рамбам где жил в Египте? Как же так же он пишет о себе, что нельзя жить, да, то есть как бы, а сам находится в Египте. Объяснением этому мы поймем после того, как поймем, что имеется в виду, просто так нельзя жить в Египте. Итак, известна история с Рамбамом, что он был изгнан из Марокко, то есть он вынужден был бежать из Марокко, потому что там сверевствовали секты ислама, как если это взять дальше, и поэтому ему нужно было убежать. А тут он убежал в землю Израиля, а там христиане его встретили с улыбкой, как говорится, в кавычках, и поэтому Рамбам должен был убежать. Единственное место для жизни, где он мог сохранить себя, это было как раз место Израиля, место Египта, то место, в котором, в принципе, там нельзя жить. И как же Рамбам мог там жить? Потому что Рамбам, в принципе, находился там временно, он находился там временно, и это время было целых 40 лет, да, и несмотря на то, что это время было целых 40 лет, Рамбам всю жизнь мечтал оказаться в земле Израиля, и после того, как он умирает там, он был известным медиком там, и очень большим человеком, и его переносят тело в Тверию, и там именно на Йорте собираются люди, поэтому это очень важно показать, что Рамбам находился на самом деле, еврей может, как мы уже говорили, сделать здесь землю Израиля, мы это говорили еще там, мы это говорили в предыдущей недельной главе о том, что дети Якова спускаются в Египет, Иосеф спускается в Египет, Иосеф находился там, и все время, что Яков, что Иосеф, они жили практически в Израиле. Можно находиться вместе и не находиться вместе, где находится человек по-настоящему, там, где находится его мысль, так говорится в Хаседуте. Поэтому Рамбам всю свою жизнь мечтал и надеялся, что у него получится жить в Израиле, если не жить, то хотя бы умереть в Израиле и находиться в Израиле, но тем не менее, как бы не было этой возможности у него, потому что он вынужден был временно находиться в Египте. И поэтому это есть объяснение на том, что наши пишутся, вот имена сынов Израиля, спустившихся в Египет, пишутся, почему имена имена, Каббала объясняет, что сами евреи не находились в Египте, это именно имена, оболочки, потому что невозможно нас закрыть после этого и оставить в Египте. Даже находясь человеком в тюрьме, он может находиться свободным. Мы помним эту знаменитую историю про Равина Рубашкина, я ее еще раз приведу. То есть там еще одна, когда его посадили, ему дали 28 лет практически из-за маленьких нарушений, которые сказали. И каждый раз его жена носила с собой, приносила с собой, она постоянно была у ней в машине, была одежда, одежда, которая была шабатней одежда, что если вдруг его выпустят, да, хотя ему дали 28 лет, но она всегда верила, что его выпустят. В этот момент она сможет дать одежду мужу, чтобы его встретить, чтобы он мог одеть шабатнюю одежду и выйти, радуясь, что он вышел из тюрьмы. И так и произошло, на самом деле у нее села батарейка, и когда ей сообщили, так получилось, что, слава богу, у нее была эта одежда, она принесла, и вот Рубашкин вышел, и это был большой праздник, он стоял с утра до вечера, и на следующий день тут же он начал принимать людей. Как мы говорили, что как же он может принимать людей, он должен радоваться, потому что он считал, что все, что время он находится в тюрьме, в принципе, он там находится, как находится на работе, да, то есть он не воспринимал себя находящимся в тюрьме, его тело только находилось в тюрьме, душа была свободна. И вот то же самое у Рамбама, мы видим, что Рамбам, законодатель, который так много сделал для еврейства, что пишется от Маше на Маше, не было равного Маше, вынужден был находиться физически в Египте, да, именно в Духовном Египте. Мы говорили, кто захочет послушать прошлую лекцию, лекцию связана, как пишется, что Яков не умер, как пишется, почему Яков важно было, чтобы он находился именно в Израиле, а почему Исэфу надо было находиться с еврейским народом, вот, и много еще вещей, о которых мы можем говорить об этом, но мы продолжим тему нашей недельной главы, мы говорим, что запрещено возвращаться в Египет. Почему не запрещено возвращаться в любое место, где убивали евреев, скажем, Германию, да, то есть это страшное место. Есть люди, которые не возвращаются туда принципиально, но тем не менее, если мы возьмем Германию, нету практически места, где, к сожалению, не лилась еврейская кровь, и поэтому любое место, мы можем сказать, туда нельзя возвращаться. Но тем не менее, нету этого запрета, а вот именно с Египтом этот запрет есть, и тем более, что мы знаем, что есть фраза, что не может и притеснять египтянина, в третьем поколении он может войти в состав еврейского народа, потому что мы были гостями в Египте, потому что мы пришли туда, порой он дал нам 70 виз, мы там расплодились, и какое-то время добро мы должны помнить, и поэтому, тем не менее, мы пишем, что мы знаем, что есть особое отношение, но тем не менее, нам пишется, что нельзя возвращаться жить в Египте. И это становится очень-очень непонятно, этот вопрос усиливается, и так у нас есть уже два вопроса, первый вопрос мы говорим, за что Всевышний отправляет еврейский народ в такое рабство, и второй вопрос говорит, почему именно после этого, как мы вышли из Египта, мы не можем вернуться туда, и мы увидим, что эти два вопроса связаны, и ответы на эти вопросы тоже будут связаны. Пишется в книгах Медрашей, Устной Торы, пишется в других еврейских книгах, что египетское рабство было закалкой для еврейского народа. Как закалялась таль, помните? Мы с вами уже неоднократно говорили, что сам процесс, когда еврей, к сожалению, переносит много тяжелой жизни, то есть она его закаляет, он становится более святой, более крепкий, более лучший, да, человека, к сожалению, плохие вещи, которые тяжелая жизнь, часто закаляет, он знакомится с жизнью, он понимает, что такое жизнь. Теперь еврейский народ, который должен был получить Тору, должен был пройти определенную обработку. И эту обработку, которую объясняют наши книги, мудрецо, что эта обработка должна была быть именно в Египте. Для того, чтобы стать по-настоящему свободными и ценить свободу, надо, к сожалению, оказаться в рабстве. Надо, к сожалению, понять, что это такое, надо прочувствовать, что это такое, надо выйти оттуда. И мало лишь того, что надо свою оболочку, свое эго тоже расстроить, убрать ее оттуда. И поэтому пишется, что это подобно металлу, который для того, чтобы был крепче, его закаляет на большом огне. Так и еврейский народ для того, чтобы быть готовым к принятию Торы, прошел через все вот эти вот круги тяжелого рабства, для того, чтобы быть готовым и быть физически и морально готовы к принятию Торы, потому что Тора это большой дар, его нужно ценить. И поэтому, так объясняют наши мудрецы, это было горнило, которым закалялся еврейский народ. Так закалился еврейский народ через прохождение, через все эти круги вот этого мук и тяжелой работы. Но есть и вторая причина, которая объясняет Каббала. Ее не так легко понять, потому что для этого нужно учить Каббалу и учить Хасидуд. Но мы постараемся ее в двух словах объяснить, постараемся передать, что основная задача еврейского народа, который находится здесь, для того, чтобы поднимать искры святости, которые находятся в материальных предметах. И так известно в Каббале, что было два мира, мир Тогуб и мир Тикун. И после того, как оба мира там не смогли существовать вместе, они были разрушены, на основе одного мира возник второй. И так появилось, что искры святости попали в материальные предметы. Эти искры святости нужно было поднять, поднимая эти искры святости, как объясняет Каббала, сам человек тоже возвышается. Где мы это видим на примере, что когда мы занимаемся духовной работой с кем-то другим или что-то делаем, то, что Всевышний нам заповедует, выполняя какие-то заповеди, то и сами мы поднимаемся на более высокий праведный уровень. И этот праведный уровень позволяет нам стать выше, быть более возвышенными. И поэтому наша задача в этом мире собрать те искры святости, которые оказались в материальных предметах в этом мире, в материальном мире. И как объясняет Каббала, вся задача в нашем мире именно собирать эти искры. И как пишется Гер, будет твое потомство в земле не ихней, не своей, то есть там будут находиться евреи не по своей воле. Всевышний туда отправляет еврейский народ, давая ему возможность поднять искры святости, которые заложены там. Мы видим еще с предыдущей главы, что ИСФ собирает весь хлеб в земле Египта, то есть забирает все богатства земли Египта. И когда еврейский народ должен выйти из Египта, мы будем говорить это с Божьей помощью в следующих главах. Он говорит, не выходите просто так, обязательно возьмите вот эти богатства, да, золото и серебро, которые есть у египтян. Пусть каждый человек попросит у него там платье, золото, серебро у египтян и вынесут, и пишется, опустошили евреи Египет. Спрашивается, зачем это нужно, когда человек сидит в тюрьме, когда ему так тяжело. Ему говорят, ты сегодня выйдешь, он говорит, нет, я сначала хочу это, а потом выйти. Никто не захочет сидеть еще для того, чтобы потом забирать это, он хочет выйти сегодня. И тем не менее Всевышний сам просит еврейский народ, чтобы он это сделал, потому что известно, что в этой материи, которую евреи вынесли из Египта, заложены громаднейшие искры святости. Мы видим, почему Яаков возвращался за вот этими забытыми вещами, потому что каждая вещь нужно использовать на служение Всевышнему. Мы говорили об этом в предыдущих главах, главах про Якова, насколько важно было ему вернуться и поднять к святости те вещи, потому что все, с чем взаимодействует праведник, он должен подниматься к святости. И то же самое здесь мы видим, что все эти искры святости, они были заложены и они должны были забрать евреев из Египта. И здесь вообще Каббала объясняет, что есть 288 основных искр святости, которые побали в наш мир. И 202 искры святости находились в самом Египте. Представьте себе, из 288, 202 искры находятся в Египте. То есть так Юсеф сделал, чтобы эти искры находились в Египте. И поэтому еврейский народ был вынужден спуститься в Египет для того, чтобы освободить эти искры святости, выполнить ту задачу, которую Всевышний на него, на этот народ, на наш народ возложил. И поэтому и спуск в этот Египет был настолько важен и для Всевышнего, и для еврейского народа. Только представьте себе, что 86 искр осталось вообще по миру. То есть, что еврейский народ, выходя из Египта, забрал большинство искр святости. То есть, и не просто он забрал эти искры святости, он смог их поднять с собой и превознести в святость, как мы увидим это дальше, в следующих недельных главах. Но тем не менее, мы говорим о том, что работа, которая нужна была, она была нужна для еврейского народа, для Всевышнего. И поэтому Всевышний посылает еврейский народ. И здесь мы приходим к очень интересной вещи, что когда Аврааму Бог обещает, что его потомство будет находиться из Египта, Авраам, праведный Авраам, милосердный Авраам, который просит за всех, не просит за свое потомство. Как так? Этот вопрос очень должен быть явный. Как так Авраам не просит за свое потомство? Почему он не просит? Почему он смиренно принимает, что его потомство должно оказаться в рабстве? А потому что Авраам видит своим пророческим даром, потому что это непростой человек, что он, еврейский народ, нужно зайти в Египет для того, чтобы поднять еврейский народ. Поэтому Всевышний говорит, выйдет он оттуда с большим достоянием. Зачем нужно большое достояние и столько мучиться, да? То есть на самом деле, потому что надо понимать, что без этого невозможно получить это достояние. И когда мы действительно, цель оправдывает средства, да, то есть мы видим, что цель спуска в Египет, Авраам видел, что она оправдывает средства. Он видел, насколько важно еврейскому народу действительно спуститься в Египет, действительно поднять оттуда искры святости и выйти. Поэтому Авраам и не спорит со Всевышним, а принимает то, что Всевышний ему говорит для того, чтобы освободить искры святости, которые находятся в Египте. И то и происходит. Еврейский народ спускается в Египет и достает оттуда все 202 искры святости. Рав, слово Рав 202. И это есть ответ на наш вопрос. Нам нечего делать в Египте, да? Просто это не место для жизни, потому что все, куда еврей попадает, он попадает для определенной цели, чтобы поднимать это к святости, чтобы освобождать искры святости. А если искры святости мы уже там освободили, то поэтому нам там нечего делать. Поэтому резонно, что Тора нам говорит, не возвращайтесь жить в Египет. Там вам нечего делать по выполнению духовной работы, которую Всевышний на евреев возложил. И поэтому это не вопрос. То есть как бы мы выполнили функцию, мы вышли с Египта, мы туда уже не нужно возвращаться. Да, то есть если мы туда ездим там в гости, Рававаде, по мнению Рававаде, в гости можно ездить туда. Рававаде СФ, это разбиралось, это Рававаде СФ, разрешал ездить в гости туда. И мы видим еще другие авторитеты, которые разрешают ездить в гости. Но жить там нет, потому что нечего там делать. Мы там не должны находиться. В нашей жизни мы находимся именно там, где Всевышний дает нам какую-то функцию для выполнения. Египетское рабство является прототипом всего рабства. И поэтому на примере египетского рабства Всевышний делает нам все остальные рабства, в которых мы находимся, все изгнания, тоже пример египетского рабства. И в нашем мире мы тоже находимся для того, чтобы высвободить искры святости, которые упали в наш мир. Мы поднимаем их святости, и когда эта работа будет закончена, Машеяк сразу должен прийти, потому что нам больше нечего делать в Галуте. Мы находимся здесь, в Галуте, в этом мире, в этих государствах различных, где мы находимся, только потому что мы не закончили свою задачу. Мы находимся там, куда Всевышний нас посылает, для того, чтобы мы выполнили свою задачу. И опять я возвращаюсь к истории с Рубашкиным, что когда Рубашкин оказался в тюрьме, то есть он подумал, и раз и оказался, значит у Всевышнего есть задумка. Человек оказывается там, где он должен оказываться, для того, чтобы выполнить свою функцию. И поэтому Рубашкин организовал там обрезания, впервые обрезания делались в тюрьме в Америке. Рубашкин организовал там молитвы, организовал все, потому что он знает, что Всевышний просто так человека куда-то не помещает. Еврейский народ рассыпан по всему миру для того, чтобы собрать искры святости, кстати, пишется так же, собрать геров, те неевреи, которые присоединятся к еврейскому народу. То есть есть количество неевреев, которые хотят присоединиться к еврейскому народу, и так они знакомятся с еврейством благодаря еврейскому народу. Еврейский народ рассыпан по этому миру для того, чтобы собрать искры святости, принести их исправенным ашехам, оказаться в земле Израиля, потому что больше нечего будет делать на земле не ихней, потому что у нас есть своя земля и своя задача, в которой мы будем находиться и жить. И поэтому это учит, приходит к нам урок для каждого из нас. Есть известная история, которая была с Рэбэ Рошабом, что один еврей, который был довольно богатый, у него начались большие проблемы с бизнесом, и он вынужден был уехать в другой город, а в другом городе было все хорошо по бизнесу, но там не было даже миниана нормального. И тогда у него было желание вспомнить о том, то есть у него были воспоминания о той жизни прекрасной, и он тогда пришел к Рэбэ и выложил ему как все есть, то есть у него была претензия к Всевышнему, почему Всевышнему послал в тот город, чтобы он там зарабатывал. И тогда ему Рэбэ ответил, он говорит, ну тяжело сказать, не претензия была такая, он не понимает задумку Всевышнего, и тогда Рэбэ ему сказал, он говорит, ты думаешь, что Всевышнему тяжело найти тебе заработок в Липце, Ляйсбек, это был город. Он говорит, конечно не тяжело, потому что ты можешь найти это и там, но Всевышний тебя послал в другой город, не для того, чтобы ты искал парносу, а для совсем другого. И там были кантонисты. Кантонисты, кстати, очень много парадоксов мы видим, я вижу какую-то аналогию, потому что Рэбэ сравнивал египетское рабство с Советским Союзом, то Советского Союза как бы мы видим. И мы видим также, что поколение пустыни, оно очень похоже на советских людей, да, всем вечно недовольны, им все дают, они все вечно недовольны, и все привыкли, чтобы падало на шару. Ну это так, я к слову, не принимайте это буквально, это мои аллегории. Вот, и когда царь Николай, антисемит страшный, который сделал так, чтобы были кантонисты, кантонисты это страшная вещь, он это сделал не только для евреев, но если вы обратите внимание, фараон тоже делал не только для евреев. Когда топили детей, он топил также египетских детей, в один год это было, да, то есть, и пишется, что он сделал это в основном для того, чтобы брать еврейских детей в кантонисты, и там 8 лет забирали ребенка, и дети очень с трудом могли остаться евреями, потому что воспитываясь в среде не своей, и с постоянным гнетом для того, чтобы они приняли христианство или другую религию, как мы понимаем, чтобы мы приняли христианство, это была задумка Николая антисемитская, так нас, часть еврейского народа, так уничтожить. И, тем не менее, слава богу, даже в таком состоянии еврейская душа есть еврейская душа, кантонисты многие остались кантонистами, и после того, как они служили в армии 25 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, это было 25 лет, вот, это уже были взрослые личности, которые уже тяжело помнили, что такое иудаизм, у них были синагоги, свои синагоги, синагоги кантонистов, потому что других было не очень, и там была синагога кантонистов, и рэм ему сказал, ты знаешь, что там есть синагога кантонистов, ты для них должен стать раввином, учителем и всем, и для этого Всевышний тебя послал, Всевышний тебя поднял для того, чтобы ты был посланником его в этом месте и выполнял ту задачу, ты думаешь, что ты приехал в этот мир, чтобы торговать, ты приехал в этот мир, чтобы выполнить желание Всевышнего, и мы с вами тоже должны понимать, что в этом мире мы находимся для того, чтобы выполнять желание Всевышнего, выполнять нашу святую работу по освобождению искр святости. Всем желаю хорошей недели и до новых встреч!